Иван Гелия Таана, 3 глава, 15-17 стихи Что значит, как Моисей вознес змея в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь указывает Господь на действия пророка Моисея в пустыне Аравийской. Именно на вознесение медного змея на древо по повелению Божию, дабы смертельно ужаленные змеями евреи взирали на этого медного змея и исцелялись. Это вознесение Моисея медного змея на древе прообразовало вознесение, воздвижение на кресте искупителя мира Иисуса Христа, и победу его над змеем-искусителем или дьяволом, и наше избавление, Крестом Спасителя, от смерти вечной. Ибо семя жены, то есть Христос, должен был стереть главу змея, то есть дьявола, под образом змея, прельстившего Еву. Смотри, грешник, какая ужасная кровавая жертва потребовалась правосудием Божьим для искупления твоего от греха и вечной погибели. Мучительнейшая, поноснейшая смерть на кресте Единородного Сына Божия. И ты доселе беззаботно, нераскаянно живешь, без страха грешишь и не исправляешься, не проливаешь слез покаяния, не родишь о добрых делах, распинаешь себе Сына Божия. Но для поправших кровь Сына Божия нет большей жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противников. Евреям 10.27 Бойся, трепещи, грешник. Затем уясним себе смысл следующих слов. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Так возлюбил Бог мир, то есть бесконечную, превосходящую всякий разум любовью, ибо дал бесконечную жертву за грехи наши, Сына Своего сопрестольного Ему, Богу Отцу, со безначального, соестественного. О, любовь Божия, чудная, преславная, пресладкая, вечная! Если бы в жертву за наши грехи не дал Бог Сына Своего, то весь мир пошел бы в муку вечную, и никто бы не спасся. Все спасенные спаслись кровью и смертью Сына Божия. Все оправданы Его благодатью. Святые стали святы Его святостью, правдою. Умудрены Его премудростью. Укреплены Его силой, украсились Его нетленную красотою. Достигли нетления Его нетлением. Все спасающиеся ныне спасаются только кровью Сына Божия, или водой и кровью. Ибо из прободенного ребра Его истекли кровью вода, означающие два таинства – крещение и причащение. Ибо без крещения и причащения никто не спасется. Конечно, и без покаяния других таинств. Сам Господь говорит, покайтесь, а еще не покаяйте и все погибники. Лука 13.3 Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровью Его, то не будете иметь в себе жизни. Идущий Мою плоти, пьющий Мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день. Иоанна 6.53-54 Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Евангелие от Марка 16.16 Ибо не послал Бог Сына Своего мир, говорится далее в Евангелии, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Но как же мы читаем символы веры, верою Господи, поки грядущего со славой Суд, дети живым и мертвым. А в Евангелии говорится, что Бог Отец отдал весь Суд Сыну. Иоанна 5.22 Иоанн Гелиотана в 3 главе говорится о первом пришествии Сына Божия для спасения мира, а в символе веры говорится о втором его пришествии. Первый раз Господь приходил спасти мир, а вторично придет уже судить мир. И ныне действительно всякий желающий спасения может быть спасен через Сына Божия. А если теперь, во время земной жизни, при таких верных и всесильных средствах о спасении, человек вознеродит о спасении и будет жить нераскаянно и бесстрашно, то по смерти и на страшном суде Христовом ему будет суд без милости. Спасайтесь, братья, доколе есть время. Время потеряем и спасение погубим. И вроде вон, где он сказано, истинно говорю вам, не знаю вас. Матфея 25.12 Хотя они стучали и говорили, Господи, Господи, отверзи нам, бодрствуйте же, ибо не знаете ни дня, ни часа, в который Сын Человеческий приедет. Аминь. 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 Аминь.